МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси намолотили боч за 7,5 миллионов тонн сбожа, разом с грешкой и просом. Об этом свечить оперативная информация Министерства сельской господарки и харчевания. В Агольном на Молоте уклад агрария в Гомельской области на сегодня маль 997 тысяч тонн. Зерневая и зернебобовая в регионе убраны в большей чем на 99% площу. Зараз господарки активно убирают в Городнину. Зеленого горошку все лето собрали больше за 3 тысяч тонн, что на 17% превышает покажки минулого года. На Чаразе капуста, бураки, морква и цыбуля. С половы пасявных площу уже собрано около 12 тысяч тонн Городнины. Кавуны еще недавно лечились экзотикой для Беларуси, але с тягом часу стали своими не только на Городах, але и на промысловых плантациях. Беларуская солнечная ягода мае свои отметности, например, по густе, и дае неблагие ураджаи до 30 тонн на гектар. Про цяг темы у наступном сюжете. На одним таким раде прикладно тысяча полосатых солодких ягод. Гибридные топган и романза выдатно освоилися в беларуских широтах. Вот этот уже как бы отзывается, разговаривает с нами. Значит, будет скоро готов. Кавуны для Гомельской областной сельско-господаршей доследной станции – культура новая. Поспробовать вырастить бахчевые вырешили только селета. Повод для оценок специалистов, с кожного гектара тут можно отримать прикладно 30 тонн кавунов. И худко поспробовать их смогут все жадающие. Буквально через несколько дней на следующей неделе можно уже реализовывать первые арбузы, первый урожай. Вполне реально для нашей территории Гомельской области, в частности, в Довске, да и вообще по всей Беларуси, я считаю, что арбузы можно выращивать и получать неплохий урожай. По куле экспериментальные кавуны набирают слодыш, у полях доследные станции убирают лук и бульбу. Урожайность обедьвых культур высшая за летушнюю. Навуковые распроцовки, элитный населенный фонд и высокая урожайность. Сегодня белорусские аграрные ноу-хау запотребованные як Украине, так и за мяжой. Наша задача – получить именно первичные семена и реализовать их хозяйством Гомельской области. Кроме этого, и Минская, и Брестская к нам обращаются. И немножко занимаемся экспортом на Российскую Федерацию. Второй год работаем с Казахстаном. Они у нас покупают саженцы. Персик, абрикос и чарешня – еще три перспективные культуры для паудневых регионов Беларуси. И они выдатно зарекомендовали себе у минулые годы. И за забливостями климату, уполненные навуковцы, у Гомельской области можно различовать на их промысловый урожай. Вольга Холодович, Вольга Коновалова, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке агентства теленаминов Зрогачевского района. Зараз ход сельских господарших работ стремливают даже. Маль полторы месячные нормы опадков выпали за сутки у Светлогорску, поведомили у Гомель об алгидромете. Покашек 87 мм, складая 145% месячной веростневской нормы. Ливневые дажи были зафиксованы по усею Гомельской области. Однако моцные ливни прошли локально. Минулой ночью у Жлобини выпало больше месячной нормы опадков – 61 мм. У Гомеля зафиксовано 16 мм опадков, что перевышает 80% декадной нормы. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни у регионе умовы надворья будет вознашать циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Чакается в облачное надворье. Часом пройдут дажи. Температура по ветру в складе 5-10 градусов в ночный час и 12-18 градусов в день. В регионе протягивается доброчинная акция профсоюзов «Молодь першокласснику». Сегодня у детяшем саде початковой школе номер 63 города Гомеля 15 семей, которые имеют потребу у поддержки, отримали комплекты со школьными принадлежностями. Инициатор акции – молодежный совет, який день еще при Гомельском областном объединении профсоюзов. До першоклассников его активисты завитали с необходными в учебе речами, а так само солодкими подарунками. Акция «Молодь першокласснику» ладится другий год запор. Я на заклика надо помогать батькам у экипировцы детей, а малышам дороть усмешки, радости и добрый настрой. Мы стараемся по возможности помочь деткам из малообеспеченных семей, из семей, которым нужна помощь. Деткам были собраны пакеты, это канцелярские товары, это принадлежности к школе. И также сладкие подарки, это шоколадки, конфеты. Приятно видеть все больше и больше количества улыбающихся лиц. Я надеюсь, что мы не остановимся на достигнутом. И возможно, что-то новое будет придумано еще в следующем году. Профсоюзные организации в области в рамках доброчинной акции «Профсоюзы детям» что год принимают активную делу под рыхтовцы школьников до нового навучального года. Особливая увага надается першоклассникам, детям-сиротам, шмадзетным, малозабеспеченным и приемным семям, а так само батькам, которые выховывают детей-инвалидов. Материальную и финансовую поддержку отримливают подшефные детские притулки, школы-интернаты, дамы семейного типа. А кроме того, в многих коллективных договорах про предприемство и снуют нормы по оказанию материальной допомоги батькам, яке выховывают школьников. Вы знаете, что отрадно отметить, что в этом году не только денежные средства давались правкомами, семьям, которые идут детки в первый класс, а были утренники, денежные сертификаты в игровой форме, но ребятам напоминали, что они уже школьники. Это стало интересно, запоминающе праздник, и была оказана действительно серьезная материальная поддержка. Если говорить языком цифр, это 400 тысяч рублей. С початком научального года Державта инспекция усвоцнила контроль за выкорыстанием у автомобилях детячих автокреслов. Наглядяши на широкую информационную кампанию и значные штрафы, шерых дорослых у парта не жадая клопотиться об яспеции своих детей. Угэтым подчас рейду пераканался наш корреспондент Олег Синтеров. Это уже не автомобили, это металлолом. На жаль, подчас авары, у некоторых зык находились все дети, причем об неких мерах безопасности, размова, видать, в уголе не шла. Батьки дали детям житие, батьки его и забрали. Большость водителей упоминена, что они керуются автомобилем добрые, и зыми ничего не сдается. Рейд экипажа Державта инспекции для детячих садов еще раз подтверждает, многие батьки и зараз детячие автокресла не выкорыстовывают. Растлумачить причины журналистам, порушальники категорично отмовляются, с упроцовниками ДАИ размовлять им приходится, али отказы не вызначаются разностайностью. Ссылаются на то, что у них есть в семье второй автомобиль, просто не переставили автокресло с одного автомобиля в другой. Иногда называют, что низкий финансовый достаток в семье, они не могут купить автокресло. Набыть детячие автокресла сегодня нескладанно, есть они и на рынках, и в крамах. Объявами об их продажу литерально забитый интернет. Батьки, которые, саправдой, клопотятся об здоровье и жизни детей, кажут, что малые привыкают до утромнивающих устройств ухудка. И на витах с этого часто и начинается научение основам безопасности жизни и правилам дорожного руху. Когда машины нельзя идти, только смотреть на фитофор, и что нельзя в чужую машину лазить. До этих 105-годового хлопчика можно додать. Садиться нельзя не только в чужую машину, а и в свою, когда у нее нет детячих автокресла. Тем более, что их ассортимент великий, и за всюду можно найти прямальный вариант. Нужно два кресла, это большое место нужно. У нас же двойняшки, и много места занимают. Мы нашли бескаркасные. Они без жесткой основы и мало места занимают. Но такое же пятиточечное прикупление к сидению, такая же жесткость и безопасность. Перед початком занятков коля научальных установ усталевали пересованные камеры фиксации худкости. Большость водителю оказались дисциплинованными, и правила в усилякем выпадку коля школ не порушали. А лишь что день по некольки десятку машин упали за руку суперосовников Диаш автоинспекции, трапляюсь. Причем не в целом по Гомеле, а практически на каждой особной камере. Аликсин Тюров, Елена Макеенко, переродокомпания «Гомик». Незвычайная выратовальная операция разгорнулася в Брахинском районе. Супрацовники МНС выратывали коня. Поведомление, что в мелиорацийном канале каля вёске «Цалуйки» затрымалося «Живёла», поступило у районное подразделение. При допомозе господарчика пожарного рукава и погрушика коня вытягнули. «Живёла» не потерпела. Допомога ветеринара не спотребилася. Гэта и иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее в эфиры «Спортывный агляд». З новинами «Спорт» у вас познайомить Михаил Садовский.